А ты скажешь, Тимот, красавчик, молодец, четко, 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 ставь лайк, комментируй, обязательно комментируй, ссылка на видео будет в описании, и там, где ты можешь купить эту игру, тоже будет в описании. А ну-ка, портрет, давай, сфоткай меня. Ой-ой-ой-ой-ой. А зачем, зачем, зачем ты это взял, зачем, я хотел вот это взять, зачем ты это взял. А-а-а, вот оно что-то. Да хорош, ты чё, попутал что ли? Всем привет, друзья, меня зовут Тимофей, а ты на канале Соловей. А это игра Inscryption и уже полная версия, поэтому погнали. И как играть, я уже знаю, чё вообще, кого продолжить. Канье, так, продолжаем, а кого продолжаем? Конечно, продолжаем, мы же с тобой играли, это уже. Ну и чё? Что ты мне расскажешь? Давай, давай, открывай свои глаза, мы уже всё видели. Я уже тебя знаю, кто ты, что ты. Очередная соискательница прошла целая вечность. Вероятно, ты забыла, как играть в эту игру. Почему забыла? Я, это, я мужчина, позволь мне напомнить. Да я знаю, как играть, уже я тебя сейчас сделаю вообще, играй белкой. Да я знаю, кем играть, смотри. Сейчас у тебя вообще, теперь играй в горностая. Он думает, что я не умею играть. Я тебя уже сделал в прошлой серии, в прошлой части вообще. Ну и чё? Волку нужны две жертвы, у тебя их недостаточно. Чтобы завершить ход и начать атаку, используй звонок. Пожалуйста. Перед твоим горностаям никого нет. И чё? В левом нижнем углу написаны очки атаки 1. Да я понял, это уже. Твой горностай нанёс мне 1 единицу урона, а я добавил её на весы. Да я понял тебя, да. Да всё я понимаю, да. Мой ход, ходи. Твой горностай встал перед моим койотом. Так. Мой койот нанёс 2 единицы урона. Значит здоровье твоего горностая уменьшилось на 2. Если здоровье снизится до 0, существо умрёт. Снова твой ход. Я собственно говоря думал, что это будет, так сказать, ну началом, знаешь, обучением. И я думал пропущу его пока, ну пройду его. И особо не буду играть. А тут нет. Дальше, дальше, дальше. Поэтому я снова включаю тебя, чтобы ты посмотрел как играю я. А ты скажешь, Тимот, красавчик, молодец. Чётко, чётко, чётко ставь лайк, комментируй, обязательно комментируй. Ссылка на видео будет в описании. И там, где ты можешь купить эту игру, тоже будет в описании. А там, где ты не сможешь её купить. Ну, тут уж извините. Тут уж, знаешь, как бы я... Надо искать, надо искать. Я вот нашёл. Вот. А ты, ну... Надо рейдить. Нарейд. Так, ладно. Выбираем кого нам. Ну так, ворон. Летун. Карта с этим символом. Такой противник напрямую. Даже если напротив. Ага, то я знаю. Так, а тут у нас чё? Олень. Вот есть. В конце хода с этим символом перемещается в сторону изображённого на символе. И гадюка. Обидчику урон. Тот сразу погибает. Я возьму вот эту гадюку. Хорошая карта. Тотем. Я пойду принесу тотем. А кого нам приносить жертву-то? Ёрк-макарёк. Ёрк-макарёк. Так. Кошка или гадюка? Кошка. Кошку я вообще не видел в тот же раз. А тут мы выберем... Ооо, где ты? Ладно, я выберу волка. Всё, волк у меня прокачался. Давай, куча глаза. Сейчас я тебя натяну. Итак, чё ты хочешь? Мы оба можем выбраться отсюда. Ответ кроется в этой мерзкой хижине. Замолкни. А не то я тебя на клочки порву. Это мы всё слышали. Это всё ясно. Так, выбираем белку. Где белка? Белка. Вот она. Пихта великая. Ну, хорошо. Великая пихта. А я потратил своих белок. Своих белок я потратил. Ё-моё. Так, и чё нам теперь делать? Гадюка у нас с тобой требует две кровищи. А горностай одну выберу пока. Горностая. Ты уверена? Да чё? Ну, нет. Так, гризли. Ооо. Слышь. А чё это ты? Чё пихта делает? Карта за этим символом. Блокирует атаки существа с символом ретанов напротив. Так. Смотри, он поставил сюда воробья. Моего этого убили. Соответственно, он и белку сейчас будет убивать. Ого. Так. А, так он нифига себе он убил белку-то. Хорошо. Значит. Пропускать-то ход не вариант. Надо играть. Слушай, а гризли? Где ты нашёл гризли-то этого? Нихера ты? Красавчик. Я себе, пожалуй, помогу. Зубы у меня ещё... Ты заслужила этот бонус. Не думал, что ты впрямь этим воспользуешься. А шо делать-то? Ты моих этих убиваешь. И у меня нету больше никого. Ничего. Воробей. Да куда ты столько карта? Алё? Ооо. Ну всё. Ты проиграла. Смягчить моё разочарование поможет разве что ещё один урок. Встань. Из-за стола. Подай мне подсвечник. Который у двери. Принеси его сюда. А это чё такое? Дай. Надо чё-то крутить, наверное, да? Тут ключик. А ну-ка. Поможет мне сейчас это? Два. Семь. Три. Пароли... Что это за говно? Что это такое? Кусок говна какой-то? Непонятно. Так, ну тут картины какие-то. А тут я не помню даже, честно говоря, что я тут делал. Какие я тут махинации проводил, я не помню. Короче, хрен бы с ним, ладно. Так, на тебе. На, поставил. А теперь сядь. Сел. Чё дальше? Позволи кое-что раз... Да я знаю, сейчас свечка вот эта... Потухшая бы, да. Фух. Подул, задул. Молодец. Красавчик, всё. Это было твоё право на ошибку. Если проиграешь снова, я принесу тебя в жертву. На чём мы остановились? На том, что ты проиграешь. Скоро. Так, куда пойти? Ага, сюда пойду. Пойду сюда, карты возьму себе. Так что? Воробей, олень и дикобраз. Спыльчивый дикобраз. Тех, кто нападут на него, ожидают ключи-иглы. Но приносит-то он урона одно. Хотя и... Кровью требует тоже одно. А это два. Кого выбирать? И у этого оленя из жизни побольше. Кого бы выбрать? Так, ну я возьму себе тогда вот это. Так, дальше идём. Получаем, сейчас получим, наверное, что-нибудь получим. Полезная вещица, поверни её вверх дном, тогда я пропущу свой ход. При острой необходимости можешь разрезать одну из моих карт. Так, это пропустишь ход или разрезать? Я, наверное, выберу разрезать. Если встретишь камень преткновения, использую булыжник. Все твои карты воспарят в воздухе, но только на один ход. Воспарят в воздухе. И что? А я смогу ударить по нему, минуя препятствие. Булыжник. Булыжник возьму. Так, пожертвовав ею, ты получишь три капли крови. Если не обращать внимания на её блеяние. Блеяние. Так, коза, и пожертвовав я её жертву, и получаю три капли крови. Разумно. Обременённая тремя предметами, ты продолжила путь. А, это чё? А, это ты у нас? А, это ты сейчас будешь у нас главный, короче. Всё. Так, у него две жизни, у меня одна. Древи начали смыкаться, и на тебя опустился холодный туман. Издалека донёсся звон железа. В твою сторону ковалял какой-то мужик. Ага. Иха, это был старатель. Давай, давай, старатель. Так, булыжник мы взяли, дикобраз, волк, белка. Белку мы поставим сюда. Почему, блядь, булыжник-то здесь? Койот, вечный мул. Чёрная коза, три капли крови. Три капли крови. То есть у нас, смотри, я могу взять волка и дикобраза, если я пожертвую козой. Да нет, козой давай. Чёрная коза. Так, белкой. Клади. И дикобраза, подожди, нет-нет-нет, волка, волка поставить, волка. Сюда волка и дикобраза. Это почему, три капли крови? А, только вот так? Ёбаный в рот. Ну ладно. Так, вечный мул, надо тебя порезать. Так, беру белку. А как это ты убил моего волка? Да ну нахуй. Вот так вот. А, ты сучка. Нет, так не пойдёт, не пойдёт. Нельзя так делать. Так, я булыжника пожертвовал. Так, белка, черепаха, две штуки осталось. Черепаха, две штуки осталось. Булыжник у нас три. Угу, угу. Ну ладно. Крот какой-то ещё прилетел сюда. Пока я оставлю белку сюда. И мне нужно убить из этого вечного мула. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо. Черепаху поставить я всё ещё не могу. Три, два... Нет, я пока оставлю всё-таки. И пока ещё есть вариант меня его убить. Белку. Так, койот. Вот поставлю сюда пока. Вот этого я сейчас должен уже замочкануть. Это должен, должен. Отлично. Что мне дали? Что мне дали? Это мне карта. Черепаха, белка, койот, скунс. Это гадство. Это мой мул. Ага. Ага, так. Карта глаза колет. Карта глаза колет. Алло, тормози. Степенись, братан. Так, белка. Ещё одна белка. Ворон, дикобраз, черепаха. Скунс. А что ты делаешь? Карта с этим символом отнимает от существа напротив единицу. Одну единицу силы. Одна единица силы. Так, ну не вариант. Надо ставить... Понимаешь? Тут надо ворон. Две единицы берёд. Я предлагаю поставить сюда ворона всё-таки. Черепаха, дикобраз или скунс. Резать пока нельзя, но я... Понимаешь, меня сейчас могут убить. Видишь? Я проиграл ещё? Я ещё не проиграл. О-лю-ля. Так, дикобраз. Очень всё печальненько. Печальненько всё прям. Сильно печальненько. Это прям, честно говоря, не очень хорошо. Придётся резать карту. А какую? Давай вот эту порежем. Я не могу понять, почему этот крот какой-то вонючий. Я не знаю, что с ним случилось-то. О, надо было сюда поставить его. А чё ты не дерёшься? Чё ты не дерался-то, скунс? Ну и чё? Мне достаётся больше золота. Да, конечно. Ещё тоже мне. Ага. Да это я уже всё видел. Ползём куда-то, несёт меня. Сейчас меня убьют, скажут, давай сфоткаемся. Ты ещё не умерла от отечестилища, хотя радиус не такая большая. Пока твой срок не истёк, я хочу кое о чём попросить. Хочу сувенир на память о тебе. Твоя собственная карта смерти. Пока что она ничем не примечательна, но мы с тобой вместе исправим. А вот несколько карт из моей заурядной колоды. А мы можем найти им хорошее применение. Черепаху возьму. Прошу, выбери карту, которую мы отнимем цену. Вол. Ещё одну на сей раз я заберу её силу и здоровье. Смотри на числа. Силу и здоровье. Вот, пожалуйста. А теперь выбери карту, у которой мы позаимствуем символы. Ну, а у меня одна только карта. Дикобраз. Имя моё, да? Имя моё ты хочешь спросить? Имя моё. Я тебе сейчас напишу своё имя. Вот моё имя. Запомни его. А ну-ка, портрет. Давай, сфоткай меня. Так, белка, погнали. Взяли. Так, у меня ещё одна белка. Так, волк, опоссум, горностай. Ну, горностай у нас, как обычно. Пошёл. Гибель твоей карты подарила тебе кость. Хорошо. Ты можешь тратить свои кости, но в конце раунда они все исчезнут. Ну, а посума у меня пока только одна кость. Поехали. Итак, один зуб есть. Крип... Ах ты, это самое. Вот ты. Так. Опоссум. А, смотри. Одна, а у него две. То есть он меня один раз ударит, и мне она. Следовательно, я могу поставить опоссума сюда. Могу поставить ещё белку. Взять оттуда бутылку. И как раз я могу убить гремучника. Что, собственно, и я сделаю. Так, погнали. Ага. А чё-то одна у меня упала, я не понял. Так, белка. Поставлю сюда на всякий случай. Хотя надо было взять, у меня же кости есть. Как жестоко. Ты нанесла мне больше урона, чем нужно. Впрочем, в моей игре за такое полагается награда. А если быть точным, весь излишний урон превращается в зубы. Охотника заинтересует твоя добыча. Охотника мы найдём уже там, потом, впереди. Следующий. Чё там? Ох. Что? Я забыл взять твою фигурку. Встань и принеси её мне. Она возле сейфа. А вот тут как раз-таки и карточка. Клоп, вонючка. О, здравствуй. Я боялась, что никогда не вылезу из-за этого склепа. Ты не видела? Да видел я всё. Да. Да-да-да, я видел это всё. О, здравствуй. И так, я, короче, пооткрывал там разные эти самые штуки. Ох, давай дойдём уже. Хоть на что-нибудь, на чём-нибудь остановимся. Так, что там нам предлагают? Тощий койот, а чего ты ожидала за четыре кости? Гнусный гремучник. Хрупкое создание за вычетом этих чудовищных клыков. Неубиваемый таракан. Он возвращается в твою руку после смерти. Гремучник. Шесть костей. Четыре кости и четыре кости. Таракан возвращается. То есть урон даёт и возвращается. Я возьму таракана. Таракана возьму. Почему бы и нет? А знаешь что? Можешь встать со своего сидения. Чтобы улучшить своё кровообращение. Я не тиран. Можешь вставать, когда карта на столе раскрыта. Ага. У меня будет время спланировать твой следующий поединок. Только не трогай мои пожитки. Да я уже всё, что можно, я уже всё потрогал. Давай. Запасные кости на чёрный вечер. Где-то я возьму запасные кости. Булыжник или белка? Да белка, наверное. Хотя булыжник тоже есть вариант. Белку давай возьмём. Давай возьмём белку. Хотя, может быть, всё-таки я и ошибся. Окей. Ну давай. Ты тут? А как же? Наш друг меня освободил. Ну и чё? Вообще-то это я объяснил, где тебя найти. Да ничего ты мне не объяснял. У тебя есть план. Тут где-то рядом. Ещё один наш друг. Ты что, издеваешься? Я бы не назвал его другом. Но, видимо, другого выхода у нас нет. Я всех, кого можно было, взял, честно сказать. Так, жаба, белка. Поехали. Почему он по две карты кладёт, я не могу понять. Так, горностай. Ну, пока идёт горностай у нас. Ладно. Поехали. Одна кость есть. Так, скунс. Белку возьмём пока. Жаба. Жаба, кстати, вот. И возьмём мы с тобой жабу. А, она не имеет вообще... А чё нахера она тут встала тогда? Сколько у меня там? Два. Отлично. Берём, кладём. Чё? Снова в игре, да? Поехали. Мочи его. Так. Давай-ка возьмём... Отлично. Я понял, чем закончится этот раунд. Я признаю своё поражение. Лошара. Можешь принять моё поражение. Или же завершить раунд самостоятельно. Я принимаю, принимаю, принимаю. Я тебя поразил. Я тебя поразил. Так, выбираем карту. Какую карту мы сейчас выберём? Гриф. Индейка. Фак ю. Я выберу фак ю. Я выберу фак ю. Итак, мы можем пойти сюда. Там, кстати, руна была. Ну, я не знаю, зачем она... Хм. Больше трёх предметов с собой брать нельзя, а у тебя их уже три. Может, вместо этого ты примешь подарок от моего друга? Ну, привет. Давай, что это? Бережливая вонючая крыса, никогда не сомневайся в практичности набитого вьюка. Ну, хорошо, я приму подарок твой. Давай. Это что такое? Ага. Так. Что там у тебя за карты? Это что такое? Землякоп. Когда противник целится в пустую ячейку, карта с этим символом перемещается и принимает удар на себя. Ладно. Мы тогда кладём белку. Вонючая крыса. Вонючая крыса у нас... Так, ну это, честно говоря, не особо честно. Вонючая крыса. Белка у меня ещё есть, и мне нужно нанести хотя бы удар, потому как сейчас он переместит свои карты, и она ударит по ней. Я потеряю её. Поэтому мне нужно действовать побыстрее. Так. Убираем. Кладём сюда. Завершаем ход. Бля, может, было посума поставить ещё. Так, тогда берём... Ставим белку. Ставим опоссума. У него две жизни. У опоссума. То есть у воробья. Если я поставлю сюда опоссума, тогда меня убьют. Я ставлю его пока сюда. Либо крыса. Две жизни, два удара. Либо я могу сейчас сделать вот так. Поехали. Я что, забыл рассказать про чрезмерный урон? Излишний урон не уходит впустую. Он переносится на карту позади, не изувеченного трупа. Тебе повезло. Ха-ха-ха-ха, ты забыл с кем играешь. Я... Издец какой, воин. Погнали. Признай своё поражение. Всё, ты выгода и победил. Я тебя сделал. Таковы правила игры. Мармазетка. Капкан. По пути тебе остановился... Остановил охотник, который желал продать свою пушнину. Что-то в его вешенстве наторажило. Так, давай. Да. Хочешь позырить на мои шкурки? Давай. Побарыжим немного. Одну шкурку задаром почти отдаю. Ты их количество видела? Итак, золотая шкурка. К сожалению, мне не хватает на неё. Ты уже уходишь? Прошу, возьми хоть что-то. Ну вот, я уберу шкурку твою. Одну. Спасибо за сотрудничество. Пока мне одной хватит. Он заверил тебе в высоком качестве шкурок. На первый взгляд, они кажутся бесполезными. Он сказал, что лавочница тебе больше не поможет. Лавочница попадётся тебе, короче. Лавочница. Алтарь. Алтарь. Это твой выбор, выбор. Угу. Я знаю, да. Муравьиная матка. Так, это карта, которую мы будем... ...приносить в жертву. А эту, которую мы будем... ...чудесно, я пойду. Это уже сходил раз. Так. Я бы, знаешь, что выбрал? Наверное, выбрал бы вот эту. Fuck you. Отлично, всё, давай. Я пойду. Смотри, какой горностай. Так странно. Почему я не могу вспомнить его имя? Кажется, я частично потеряла память. Во время вспышки. Какой вспышка? А-а-а. Я тебе говорю, это жертвы. Жертвы, жертвы, жертвы. Так. Ах-ах-ах. Пихта, шмихта. Так, волк в клетке, клоп вонючка. У меня больше нету моих этих самых, поэтому, скорее всего, я пропускаю ход просто. Так, ещё одна белка. Ммм. Я даже не знаю. Куда поставить её? Сюда. Король, в принципе, неважно, куда ставить. Мне нужен тот, кто разнесёт и убьёт. Это одна. Волк в клетке. А что она означает вообще? Не хочешь мне дать подсказку? Ладно, берём волка. Ставим. Клоп вонючка у нас тоже есть. Ставим его сюда. Погнали. Один? Альфа. Булыжник дерётся? Серьёзно, нихера себе. А чё это ты не прихерела? Я тоже хочу туда драться. Так, ты давай, булыжник. Дерётся булыжник. Интересненько. Интересненько, конечно. Так, давай. А, мне ещё полагается карта. Свободных ячеек не осталось. Ты не можешь положить карту. Хорошо. А если я хочу поменять карту? А я хочу поменять карту. Нельзя, что ли? Так, ладно. Волк в клетке. А у нас что-то есть какие-то удары у него? А, у него ничего нету. То есть он, скорее всего, один ход пропустит. И потом только будет драться. Нахер мне оно надо? Всё равно я один удар оставался ей. Чё ему? Так, надо дойти до конца уже. Ты набрела на маленькую лавочку, у которой стояла загадочная женщина. Это была та самая лавочница, которая говорил охотник. Тебя смущала её внешность, но всё нормально. Ты не против? Я смотрю. Да смотри, чё у меня там один зайчик. Так, начнём с зайчиков. Вот что я могу за них тебе предложить. Я могу тебе дать кого-нибудь за них. Не спеши, подумай. Хорошо. Крольчатник, крот, яйцо ворона, богомол. 8. Гадюка одна. И смерть бобрёх. Бабабабабобр. Яйцо ворона. Я возьму гадюку, наверное. Да не за что, уходи. Так, опять тотем. Опять снова тотем. Здравствуй, привет. Кровавая матка. Так, кого мы принесём в жертву снова? Приносить в жертву. Муравьиную матку. Когда на доске появляется карта с этим символом, вы получаете муравья. Муравья. Не знаю, я даже не знаю. Так, ну вот ты бесполезная, если честно. Нет, ты полезная. Ты выберешь меня? Меня, 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 выбери меня. Я не знаю, кого выбирать. Ты вообще один тут. Я не знаю. Ну хорошо, давай, ты иди. Давай. Да, ну ладно. Так, и снова мы напарываемся на Искателя. В смысле? Каждая битва с боссом, это итоговая проверка твоей смекалки. С одной свечой ты либо победишь, либо погибнешь. Не бойся, дым можешь взять себе. Дым. Что это за дым? А что за дым? И что он даёт? В ушах стоял непрерывный звон. Твой путь предоградил причудливый мужчина. Мужчина, блять. Это был старатель. Да. Так, а что это даёт? Костяной король. Когда карта с этим символом погибнет, погибает, вы получаете четыре кости вместо одной. Апоссум что-то там движня какой-то был. Значит, когда карта с этим символом погибает, вы получаете четыре кости вместо одной. Четыре кости. Так, хорошо. Значит, погибает. Так, ну белка у нас пойдёт сразу. Потом дым пойдёт, погибает. Погибаешь. Ты погибаешь и муравьиная матка, блять. Сучка. Ни одного удара я не смогу нанести сейчас. Ни одного удара я нанести не смогу. У меня ещё есть свинья. Которая принесёт. И зубодробилка. Кажется, там у меня что-то ещё и было. Так, как много костей. Да толку, толку, да толку. Понимаешь, толку нет. Толку нет. Так, белка у нас есть, короче. Апоссума мы возьмём, который гадюка. Вот лучше я выберу гадюку. Вот так вот. Апоссума мы можем поставить тоже сюда. Но он будет долго долбить эту дуру в вечного мула. Поэтому я сюда его втащу. Хотя можно было, конечно, ставить его там. Ну да ладно. Так, больше у меня пока ничего нет. Волчонок, койот. Может повезёт и я возьму... Блядского муравья. Зачем? Я-то думал, мне дадут кости. О! Отлично! Отлично! Ах ты, окаянная змея, что опаснее человека. Ну да-да. Видишь, он выигрывает. Ладно. Мы возьмём на всякий случай белку. С белкой. Так, ещё одна белка у меня тут. Да, вот она, отлично. Так-так, койот у нас. Койота мы можем поставить сюда. Муравьиная матка, муравей, дикобраз или олень. Оленя у нас два удара. И мы, в принципе, можем оленя поставить вот сюда. Потому что здесь можем погибнуть. Ну и всё. Два всего? Ой-ёй-ёй, он ушёл. Смотри, куда. Так, муравьиная матка и муравей. Муравей. И ничего он не может сделать. Так, дикобраз. А там чё? А там чё? Сколько там? Я не вижу. Сука, я даже посмотреть не могу. Ладно, возьмём белку. А там три. Три волка. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. А зачем? Зачем? Зачем ты это взял? Зачем? Я хотел вот это взять. Зачем ты это взял? Какой ты дурак. Зачем ты взял эти кости? Придурыш. Ладно. Волк в клетке. Блин. Нет, подожди. Пока ничего буду брать. Пока ничего брать не буду. Может быть, меня пронесёт. Хер не пронесло. Не пронесло. Нет, не пронесло. Нет, нет, нет. Рискнуть или как? Есть, конечно, вероятно, что я возьму кого-то с костями. А может и нет. Рискуем? Волк в клетке. Он его спрятал. Не просто так. На вид ничего особенного, но, возможно, он пригодится. Так, клопуха. Значит, сюда пойдёшь. Волк в клетке. Потом попробуем с ним. Спрятал он его не просто так. Хорошо. Что он не всё спрятал вообще. Так, но не повезло. Второй раз не повезёт. Ладно. Волк в клетке. Вырву себе зуб один. Чтобы хоть как-то немножечко уравнять. Чуть-чуть. Но сейчас надо его убивать, понимаешь? Дикобраз. Ну давай попробуем. Ладно, окей. Я его положу сюда. Да, но... Ох, как мне это сейчас... Дастся. Белка. Так а чё? А ты будешь что-то делать вообще? Пожалуйста. Нет, ну... Хорошо. Ты что делаешь-то вообще? Чем больше, тем лучше. Вот кредо муравьё. Кредо муравьё? А чё делать-то с этим волком-то? Я надо было почитать вообще про него. А я не могу уже почитать. Так, и белка. Ну возьмём вот это. Сцинк. Сцинк. Один, а это два. Я оставлю муравьё. Короче, чем больше муравьёв, тем лучше. Ты ведь не надеялся на лёгкий поединок? Блядь. В этих картишках золото. Эээ! Волк. Что это было? А-а-а. Вот оно что. Да хорош, ты чё? Попутал, что ли? Ах ты сучий вонючий. Белок больше нет у меня. И чё мне делать-то? Белок-то больше нету. Надо скинуть место для этой карты. Сучи. Ну на, получай тогда. Гончая. За ним. Отлично. Молодец. Так, два. А у этой одно. Одно, значит, да? Ну ладно, хорошо. Костей много у меня, но толку-то от них нету. Понимаешь? Надо белку ставить. Я не дам тебе играть, пока не возьмёшь новую карту. Сука, блядь. Вьючная крыса. Ладно. Здорово бы, конечно, но... Всё, ты проиграл? Ха-ха-ха-ха-ха, лошара. Лошара. А позволь мне вновь зажечь твои свечи, пока я тебя не убью. В смысле ты меня убьёшь? Нет, 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 братан. Ты проиграл. Ты первый за долгое время, кому удалось справиться с боссом. В качестве награды тебе разрешается выбрать редкую карту. Выбирай с умом. Давай. Так, бедное брошенное дитя. Она не умрёт, если принести её в жертву. Но хватит ли у тебя духа это сделать? Непоколебимый бездобный крот. Самая надёжная защита. И столь грубая сила не нуждается в разъяснениях. Так. Так, карта с этим символом блокирует атаки существа символом летунов напротив. А это много жизни. Карта с этим символом выживает после принесения в жертву. Но тут же есть Ураюли, которая делает 7 атаку, но требует 4 капли крови. И у неё 7 жизни. В принципе, если на столе будет у меня 2 белки, или у кого-то будет больше... То есть, по сути... Ураюли. Не знаю даже, не знаю. Ладно, давай я попробую, возьмём вот эту карту. И... Удары, кирки, старатели всё ещё гремели в ушах, но ты продолжила свой путь. Да, я продолжила свой путь, а продолжу я свой путь... Уже... что? Едкий запах гнили и плесни пронизывал влажный воздух. Каждый шаг отзывался звуком ползающих существ. Ты с опаской вошла в болотистый край. Я с опаской вошла в болотистый край, а на этот раз я... Последнее сохраняю 27 секунд назад. Отлично. Ну что, друзья, это была игрушка InScription. Мне она очень зашла, и я хотел... Я так надеялся, что вы напишите, проходи её дальше. И вот я, короче, не выдержал и сам начал проходить, играть в неё. Поэтому, если тебе понравилось, ставь лайк обязательно. Обязательно ставь лайк. И подписывайся на мой канал. А с вами был я, Тимофей. Вы были на канале Соловей. Возвращайтесь сюда ещё. Пока. Ну ты это... Ты заходи, если что.